Всем добрый день! Мэй, бывший зрел, приветствует вас. Настал новый день. Надо о чем-то говорить со своей группой. У нас, так сказать, человеческий бизнес. Бизнес-отношения. Не раз я поднимал тему о том, что каждый должен заниматься своим делом. О том, что бизнес непростой сетевого маркетинга. Многие приходят к нему, многие уходят. Но некоторые остаются. Остаются и, так сказать, зарабатывают и чувствуют себя в своей тарелке. Чувствуют себя нужными, так сказать, в обществу. Нужными... Ну, то есть, как это выразиться, да. Чувствуют себя, так сказать, нужными, ну, как сказать, при деле. В хорошем деле. Ну, да. Ну, то есть, как это в любом другом деле. И этому бизнесу нужно учиться. И этому делу нужно учиться. Навыки, мастерство, отдачи. Ну, и так далее, и так далее. Вот. Что же сегодня нового у меня? Ну, в принципе, ничего у меня нового сегодня. Я еду на работу. Еду на работу. И мечтаю о большом бизнесе. Мечтаю о большом бизнесе. О большой big business model, как говорит Рэнди Гейдж, нужно строить большую модель бизнеса. То есть, строить организацию в глубину и в ширину, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. Зря прожитые годы. Ну, если не зря, да. А если не зря, значит, будет удовлетворение от прожитого, от свершения. Вот так вот. Какие же у нас будни сотрудника, бизнесмена сетевого маркетинга? Будни очень простые. Ну, сегодня я еду на работу, которая позволяет мне обеспечивать себя. Вот. Но параллельно я и многие другие люди так же строят бизнес сетевого маркетинга. Какие же будни сетевика? Вот у меня есть дни, когда я посвящаю сетевому маркетингу. Скажем, это суббота. Или пятница. Выбирая день на неделю. Что значит? Какая обыденность, какая рутина этого дня? Ну, сначала с утра я проверяю электронную почту. Включаю компьютер, отправляю электронную почту. Сообщения. Сообщения в соцсетях. Социальные сети, электронную почту. Мессенджеры. Смотрю, что нового кто написал. Возможно, есть новые, как сказать, заинтересованные люди. Узнать о бизнесе или даже готовы присоединиться к бизнесу. Дальше. Если есть такие, как сказать, работаю с ними. Пишу, звоню. И как бы продвигаемся по этой теме. Если, значит, таких активных предложений нету, я проверяю, не то в парк-офис свой проверяю. Какие там изменения, начисления. Как сказать, новые, может быть, присоединения к моей группе через других людей. Кто-то спонсирует. Ну, а дальше. Дальше все по ходу дела. Дальше я уже перехожу в активную фазу. Я пишу и звоню новым кандидатам. Ну, новым или старым, как сказать, теплым, холодным контактам. Тем, кому я хочу показать эту бизнес-возможность. А вот. Дальше. Ну, в принципе, вот. Такая рутина. Сетивикан. В идеальной, если сказать, теоретической модели, это список, приглашения по списку и презентации. То есть, это, значит, мое обращение по списку и заинтересовавшимися презентациями. Вот такая рутина. Ну, что ж, я, кстати, пользуюсь случаем. Хочу вас пригласить в мой бизнес. Предлагаю присмотреться к индустрии сетевого маркетинга, к этой бизнес-возможности, которая имеет ряд плюсов. Таких, как свободный график работы или деятельности. Огромный выбор ваших подходов к осуществлению постальной цели. То есть, огромный выбор, как сказать, творчества. Да. То есть, творчество, свободный график, творчество. В, так сказать, перспективе, достаточно большой доход можно получить. Хотя, многие вообще не зарабатывают в сетевом маркетинге. Потому что сложно начать. Ну, как сказать, сложно начать. Начать не сложно, сложно начать и зарабатывать. А в том числе, большая конкуренция. Среди всех участников. Создается большая конкуренция. При этом, при этом, мы все индивидуальны. То есть, как бы не должно быть конкуренция. Потому что каждый человек, он предлагает что-то свое. Вот. То есть, ну, хорошо. Об этом, кстати, в следующем видео. Просто это видео уже подходит к концу. Я желаю всем успехов, хорошего дня. И до встречи в будущих видео. И на наших путешествиях групповых. Life Experience. Всем, всем успехов в бизнесе.